добрый вечер хочу посмотреть если кто пришел на урок слышно ли видно ли итак добрый вечер и сегодня я хочу поговорить с вами о семье все мы знаем выражение семья моя крепость или моя крепость семья знаете я нахожусь в разных групп группах фейсбуке и буквально вот в последнюю этой неделе он в одной из них обсуждали такую тему какое у нас было детство и как мы его вспоминаем и скучаем ли мы по нему я хочу сказать что прочитав все то что там писали добрый вечер всем да я совершенно четко увидела я думаю что это четко прослеживается не только там написанное да о том что людям было хорошо в детстве тогда когда их родители занимали очень важную и правильную позицию да то есть их любовь и забота и отношения с детьми это именно то что давала уверенность или наоборот не давала уверенность человека в будущем и соответственно я оставила след на всю жизнь понятно что настоящая семья это та семья в которой тебя любят и любит тебя таким какой ты есть на самом деле и и не все мы красавцы и не все мы супер гениальны да можем быть и не такими красивыми не такими сильными и не такими способными каким бы нам самим хотелось быть да но для близких мы все равно самые лучшие и самые замечательные и невероятно важно чтобы в семье присутствовала взаимопонимание поддержка и любовь не одну сотню лет народу мира наблюдает особый такой феномен еврейской семьи и многие стараются разгадать именно этот секрет что же такое это самая еврейская семья почему в этой семье обычно царит гармония и спокойствие и они счастливы и успешны наверное потому что сегодня когда традиционные ценности во многих семьях да я имею ввиду не только в еврейских ушли на второй план и не выдержали испытания на прочность еврейская семья все равно уверенно и и прочно поддерживает верность наверное надежность и чистоту традиционные отношения еврейских родителей к детям да мы все знаем еврейская мама и все вот все это отношение на самом деле было за нож заложено самого начала становления нашего народа и именно вот это заложенное да самые важные какие-то вещи мы об них об этих вещах постараемся поговорить сегодня знать я всегда буду рада слышать ваше мнение тоже вот именно эти самые заложенные и даже вторее про них написанные ценности да они дают нам возможность оставаться вечным народом надо сказать что ценности данные нам они не всегда понятно всем и я бы наверное хотела начать свой рассказ про который хочу вам сказать что когда я его услышала сама первый раз да то он вызвал во мне даже некое удивление до были какие-то моменты когда у меня было удивление недоумение и может быть когда я буду вам сейчас рассказывать у вас то же самое будут какие-то внутренние вопросы и это нормально совершенно нормально когда у человека есть вопросы к тому что он слышит и к тому что происходит и так представьте себе что в одной замечательной религиозной семье родилась девочка с замечательным красивым удивительным голосом было это очень много лет назад и происходило это в австрии все свое детство это девочка больше всего на свете любила петь вот она стала подрастать и петь стало нескромно но при всех вы знаете есть особые еврейские законы которые что-то позволяют что-то не разрешают и так далее и в частности пение женское пение при мужчинах она соответственно считается нескромным и запрещено вот эта девушка пела только по шабатам когда собиралась вся семья только семья вместе и вот она начинала петь шалом алейхе малахе ашарат и тогда ее папа реально чувствовал что все ангелы приходят в дом и слушают пение его дочери девочка росла девушка уже ее скоро просватали и в ближайшее время она должна была обручиться и от счастья что все так хорошо у нее в жизни она как-то ждя поезд на перроне совершенно машинально на чувствах запела стала напевать стала напевать любимую свою песню шалом алейхе малахе ашарат девушка просто задумалась и была в мечтах и эта песня у нее как бы сама по себе вылетела она же чувствовала себя невероятно счастливой и тут вдруг не подходит женщина и спрашивает а откуда где ты научилась так петь и куда ты едешь где ты работаешь ты невероятно чудесно поешь девушка ей отвечает что я нигде не работаю а пою я только для дома и для своей семьи для всевышнего как же ты можешь такое делать взрывать свой талант воскрикнула эта женщина пойдем со мной и я тебя устрою петь в венской опере с таким голосом ты очень скоро станешь известной может быть даже одной самой известной потому что никогда нигде я не слышала такого потрясающего голоса ты не имеешь права взрывать свой талант станешь очень богатой девушкой что вы думаете согласилась эта девушка пойти с ней что бы вы пожелали своей дочке что бы вы сказали что бы вы посоветовали своей дочке в этой ситуации да она всю жизнь мечтала выйти на сцену и петь и петь и петь и петь и петь и вот сейчас ей это предлагают разве так плохо когда мечты сбываются и что она делает она едет вместе с этой женщиной и кстати потом оказывается что это директор оперного театра и вот эту женщину я привезла в театр в который девушка вошла первый раз в своей жизни она пошла в потрясающий красивый зал тот кто был когда-то венском оперном театре может себе представить размеры этого потрясающего зрелища да но девушка которая никогда там не была она выходит на сцену и зачарованная всей этой красотой начинает петь и что она начинает петь она начинает опять петь шалум алейхин она поет и душа ее поет и она счастлива необыкновенно и тут раздаются хлопки и дирижер театра выбегает на сцену хочет ее обнять хвалит кричит что это за ангел я так давно искал первый голос это потрясающее что-то невероятное нам нужно срочно с вами заключить контракт и тут девушка очнулась как из сна боже мой какой ужас ее пение слышал мужчина как она могла забыться и выставить себя перед людьми и выставить себя перед мужчиной где ее скромность но режиссер воспевал ей дифирамбы и обещал ей гонорары за выступления и что она будет за каждое выступление получать столько сколько она и за 20 лет не мечтала бы когда-либо заработать но она понимает как она сможет сказать папе такое как она расскажет папе что она девочка из религиозной семьи скромная девочка пошла в оперу и стала петь перед всеми и она решает отказаться вот тут директор удваивает сумму и говорит подпишись сейчас и ты будешь самой богатой и самой известной женщиной в мире не будет ни одного человека во всем мире который не услышит твой голос ты станешь очень богатой женщиной ты сможешь помогать своей семье а придет время и твой папа будет твой гордиться и еще ты скажешь большое спасибо и папа скажет спасибо что ты прославила и фамилию и семьи подпиши ну что вы скажете как для этой бедной девушки такое предложение приняла она его или нет что вы думаете приняла она это предложение или все таки не приняла она попросила 24 часа для того чтобы подумать и поговорить с папой поговорить с семьей рассказать самой папе о своем решении ей согласились и дали эти 24 часа и вот она приходит к папе и говорит папа я уезжаю и буду петь в опере ужас кошмар услышать такое моя религиозная девочка моя фейгель моя праведница какая опера куда ты уезжаешь доченька ты самая скромная ты самая добрая ты самая чудесная девушка ты просватана как ты можешь делать такой шаг но девушка стоит на своем я уезжаю и когда-нибудь ты поймешь ты еще поймешь как это хорошо для меня это моя мечта я видела это во сне как я буду петь я всю жизнь об этом мечтала я прославлю и тебя и всю нашу семью бедный папа бедный папа я не знаю у кого у вас есть дети или взрослые дети они делают шаг совершенно обратный чем то что вы его воспитывали совершенно не представляя в один день на вас это падает совершенно невозможная вещь папа не находит себе места уговоры совершенно не помогают девушка стоит на своем она будет петь в опере это ее мечта она к этому шла всевышний дал такой голос и пришло время папы идти в синагогу на молитву и когда он туда пришел он узнал что в город приехал праведник из кожевица было такое местечко тут он понимает что это его последний шанс спасти свою дочку и у него ощущение что наверное ангелы мне прислали этого праведника те самые ангелы которые дочка невероятно красиво постоянно им пела да и он пошел к этому праведнику спросить что ему делать как спасти свою дочь наверное многие из вас слушают и не понимают как и может быть я тоже не совсем услышав этот рассказ во время рассказа понимала что ж такого что ж такого особенного плохого да еврейские певицы еврейские актрисы знаменитые на весь мир и так далее как это прекрасно ну давайте немножко продолжим и пойдем на еврейский взгляд на эту ситуацию приведи ее ко мне сказал праведник папа совершенно не представлял себе как уговорить дочку она уже собирается уехать она уже собирает вещи она полностью настроена на другой мир на другую жизнь все у нее перевернулось она все отрицает есть ее решение есть ее желание и тем не менее папа говорит знаешь ежай ежай в оперу но у меня к тебе последняя просьба давай ты пойдешь со мной вот здесь есть такой праведник пойдешь к нему чтобы получить благословение в дорогу благословение от такого большого человека может быть тебе даст еще больший успех и ты действительно сможешь добиться того чего ты хочешь и тогда девушка соглашается и они вместе приходят к праведнику и тут праведник говорит папе выйди пожалуйста я хочу поговорить с ней один на один и говорит девушке ты знаешь понимаешь ли ты что если ты сейчас уйдешь от своего отца и пойдешь в оперу то твой отец это не переживет может быть ты станешь известной певицей может быть твой голос услышат во всем мире но при этом ты останешься сиротой откажись откажись от этого предложения ни за что отвечает девушка время пройдет все образуется и я не откажусь извините тогда праведник ее спрашивает а замуж ты хочешь родить детей ты предполагаешь хочу отвечать девушка но если ты пойдешь в оперу ты потеряешь жениха и никто не знает как повернется твоя жизнь если ты откажешься от этой идеи если ты откажешься от оперы то я обещаю тебе что ты проживешь с мужем долгую и счастливую жизнь нет говорит девушка не откажусь я буду петь в опере и я буду известна на весь мир и собирается уже уйти подожди говорит ей праведник давай договоримся с тобой так у тебя будет сын и этот сын станет известным мудрецом торе он станет известен на весь мир в своих праведных и хороших делах всю славу то что ты могла бы получить заработать через клепу скажем так да получить тем что не дай бог ты разрушишь свою семью разрушишь свое будущее как женщина да всю эту славу он сможет получить батара то есть все что могло бы к себе прийти через нарушение придет через праведность и хорошие поступки твоему сыну я лично как праведник обещаю тебе откажись от оперы что вы думаете что вы думаете она отказалась получив такую такое обещание такое в таком она отказалась как вы думаете она отказалась она отказалась и вот прошло много много лет ее сын стал очень большим праведником и он живет в Израиле и в очередь к нему выстраивается большое количество людей как-то его спросили как ты стал таким талмитхахамом как ты стал таким праведным человеком а он и говорит что все это благодаря моей маме когда все дети играли и звали меня мама меня не пускала когда все вместе ходили кушать мороженое моя мама меня не пускала она мне все время говорила она мне все время приговаривала не для того я отказалась от известности и оперы в Вене чтобы ты лодерничал и играл друзьями садись и учись в каждую свободную минуту моей жизни мама посылала заниматься меня или добрыми делами или учить Тору и вот еврейская мама оказалась от своей мечты все только для того чтобы ее ребенок стал праведным и любовь родителей она не всегда проста не всегда просто быть родителями я бы сказала очень тяжело быть родителем потому что тебе хочется быть хорошим тебе хочется давать своему ребенку абсолютно все позволять абсолютно все тем не менее мы должны научить научиться ставить границы именно для того чтобы стать хорошими родителями да а еврейские родители у них есть еще особая обязанность чтобы их дети выросли чтобы дети их выросли праведными и хорошими людьми это очень непростая обязанность ведь сейчас наш мир когда все то быстро когда есть постоянные мультфильмы как просто посадить ребенка просто перед компьютером перед мультфильмом пусть он просто смотрит пусть он отдохнет у ребенка есть друзья все хотят погулять я же не могу не купить ему новый телефон я не могу не купить ему новый компьютер я не могу я не могу я не могу и тем не менее если мы хотим чтобы наш ребенок вырос хорошим человеком нам приходится и правильно и мы должны его ограничивать ставить границы мы уже перешли наше время но я подготовила еще для вас то что касается нашей недельной главе у вас есть время вы хотите чтобы вы продолжали еще или мы закончим и в дальнейшем сделаем следующий урок уже через неделю окей не вижу никаких отзывов тогда мы с вами попрощаемся до следующей недели и с божьей помощью надеюсь что будет тоже интересный материал и всего хорошего 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 конца недели до свидания